Всем привет! Это видео о том, как записать музыку для прослушивания на автомагнитоле, CD-DVD-проигрывателе, музыкальном центре или других устройствах воспроизведения. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Способ записи зависит от того, воспроизведение аудио с каких накопителей и аудиофайлов каких форматов поддерживает ваше устройство. Чтобы определить поддерживаемый устройством тип накопителя, дополнительных знаний не требуется. Различить слот для проигрывания от дисков, разъем подключения USB флешки или SD карты памяти сможет каждый. Так для записи MP3 файлов на флешку или SD карту памяти их достаточно подключить к компьютеру. Открыть в папке «Мой компьютер» или «Этот компьютер» в зависимости от версии Windows. Ссылка на видео о том, как открыть этот компьютер в Windows 8 или 10 будет в описании. И скопировать на флешку или карту памяти файлы из компьютера, как в любую другую папку. Названия музыкальных файлов лучше прописывать английскими буквами. Магнитолы часто не читают кириллицу и отображают такие названия крикозябрами. Единственное, на что стоит обратить внимание при записи музыки на флешку или карту памяти это её объём и формат файловой системы. Так некоторые магнитолы не воспроизводят съёмные носители информации объёмом более 4 или 8 ГБ. Также важным моментом является формат или файловая система носителя. Наиболее подходящим форматом флешки или карты памяти для автомагнитолы будет FAT32. Чтобы проверить его, подключите носитель к компьютеру и кликните на нём правой кнопкой мыши. Выберите свойства. И в строчке Файловая система будет указан её формат. Чтобы изменить его, достаточно отформатировать флешку FAT32. Детально о том, как сделать это, а также что делать, если флешка не работает с автомагнитолой, телевизором, ТВ-приставкой, камерой, видеорегистратором смотрите в другом нашем ролике. Ссылку я оставлю в описании. Чтобы записать музыку или видео на CD или DVD диск, вставьте его в привод вашего компьютера. Обратите внимание, чтобы иметь возможность записать файлы на диск, оптический привод должен быть пишущим. Так, пишущий привод будет обозначен как Compact Disc Revritable или DVD Multi Recorder, DVD RV. Обычный привод как Compact Disc, Compact Disc Digital Audio или DVD ROM. Откройте этот компьютер и кликните на оптическом приводе. После чего запустится встроенный в Windows мастер записи на диск. Выберите пункт с проигрывателем CD-DVD. Далее. Диск откроется, как обычная папка. Перетащите в него файлы из компьютера, как в любую другую папку. После этого выберите меню «Средства работы с дисками». Завершить запись. В открывшемся окне можете изменить название диска и скорость записи. Далее. В следующем окне установите формат записи. Аудио компакт диск или диск с данными. Если ваше магнитола или другое устройство читает mp3 формат музыки, то формат записи можно выбрать диск с данными. Если воспроизведение mp3 или другого записываемого формата музыки вашим устройством не поддерживается, а поддерживается только аудио CD, то записывать необходимо аудио компакт диск. Аудио компакт диск записывается только на CD-носитель. Более детально я расскажу об этом дальше. Я выберу диск с данными. После этого запускается процесс записи на диск. Дождитесь его окончания. Готово. Диск записан и готов к прослушиванию. Теперь хочу вернуться к форматам музыкальных дисков. Описанный выше способ записи актуален в основном для аудио устройств, которые поддерживают воспроизведение музыки в формате mp3 CD или DVD носителей. Но есть устройства, которые поддерживают воспроизведение музыки только в аудио формате. В зависимости от типа воспроизводимого носителя информации CD или DVD. Такой формат музыки называется аудио CD или DVD аудио соответственно. Наиболее правильным способом определить поддерживаемые устройством формат из произведения аудио это ознакомиться с его инструкцией. Но как правило её нет. Для этого производители устройств наносят на них общепризнанные значки обозначения поддерживаемых форматов аудио или видео. Поэтому обратите внимание на значки на вашей магнитоле. Если она поддерживает mp3, то значок будет такой. • CD диски • DVD диски • Формат аудио CD • Формат DVD аудио • Формат DVD видео • Аудио CD можно записать с помощью встроенного Windows инструмента, как уже описано. Только выбрав формат записи Audio Compact Disc. • В результате записанный в формате аудио CD диск будет иметь такой вид. Названия файлов изменены • И расширения файлов станут CDA • На аудио CD диск можно записать не более 80 минут звука. Но в значительно высшем несжатом качестве звука, чем mp3. Поэтому имеет смысл записывать музыку на аудио CD используя файлы несжатого формата флаг или вейв. Но можно и с mp3. • Кстати, с аудио диска нельзя просто скопировать файлы и проигрывать их на компьютере, не вставляя диск. Эти файлы содержат лишь информацию о треках, но не сами данные. • Что же делать, если наоборот необходимо скопировать музыку с аудио CD на компьютер или флешку? Это можно сделать с помощью сторонних приложений. Как, например, бесплатный ашампу Burning Studio Free. Ссылка на страницу программы будет в описании. • Итак, вставьте аудио диск в компьютер и запустите ашампу Burning Studio Free. • Выберите музыка. • Риппинг аудио CD. • Программа проверить аудио диск. • В следующем окне выберите треки, которые необходимо конвертировать. Можно выбрать всё или некоторые из треков. • Если названий треков нет, как у меня, чтобы выбрать нужный трек, его можно воспроизвести, нажав соответствующую кнопку. • Далее. • В следующем окне указываем папку для сохранения файлов. • Формат сохранения. • И можно настроить кодеки, изменить битрейт и частоту конвертируемых файлов. • После нажатия кнопки Конвертировать запускается сам процесс, после окончания которого указанные файлы будут сконвертированы в выбранную папку. • Теперь их можно слушать на ПК или закинуть на флешку. • DVD-Audio же диск записать встроенным Windows инструментом нельзя. Для этого потребуются сторонние приложения. Выбор таких приложений не очень широк. В основном они платные. Но есть, например, программа AudioDVD Creator, у которой можно бесплатно использовать оценочную версию в течение 30 дней. Но имейте в виду, она ограничена. Ссылка на скачивание будет в описании. Другие варианты также есть, при желании можете поискать в интернете. • Итак, чтобы создать DVD-Audio диск, запустите AudioDVD Creator и выберите новый проект. • Создать AudioDVD • В следующем окне даём имя проекту. • Устанавливаем звуковой формат. • Тему. Я оставлю всё по умолчанию. Особое внимание обратите на режим телевидения. Их два. NTSC – США, Канада, Япония и PAL – Европа, остальные. В мире существует три основных формата цветопередачи. PAL – Европа, SECAM – страны бывшего СССР, NTSC – США, Япония и т.д. Так вот, DVD в некоторых автомобилях воспроизводят диски, записанные только в NTSC. Как правило, это авто американского или японского производства. Для европейских автомобилей это может быть только режим PAL. Если записать DVD в несоответствующем режиме, то он воспроизводиться не будет. Но это касается только DVD-аудио и DVD-видео дисков. Имейте в виду. • Далее. В следующем окне добавляем файлы для записи аудио DVD. Можно как добавить имеющиеся аудио CD, так и просто музыкальные файлы с жёсткого диска компьютера. Выбираем папку и файлы или добавляем папку целиком. ОК. Дальше. Дальше. Выбираем «Записать музыку на диск или на жёсткий диск» и нажимаем «Вперёд». В результате записанный в формате аудио DVD диск будет иметь такой вид. • Если наоборот необходимо переформатировать музыку с аудио DVD на компьютер или флешку в MP3, то это также можно сделать с помощью сторонних приложений. Как, например, Muvavi Converter, который я уже описывал в одном из предыдущих роликов о том, как воспроизвести флаг AV-MKV-XSuite 3GP-FLV файлы на iPhone, iPad или iOS. Ссылки на видео и страницу программы будут в описании. • Итак. Ставьте аудио DVD в компьютер и запустите Muvavi Converter. • Выберите «Добавить файлы» • «Добавить DVD» • И укажите путь к нему • В основном окне программы появится список треков • Теперь переходим в закладку «Audio» и выбираем формат, в который необходимо сохранить наш аудио DVD. • Указываем папку для сохранения файлов • И нажимаем «Start» • После нажатия кнопки «Start» запускается сам процесс, после окончания которого аудио DVD будет сконвертирован в выбранную папку. • Еще хотел бы несколько слов сказать о прослушивании музыки на автомагнитоле, музыкальном центре или других устройствах воспроизведения со смартфона или другого мобильного устройства. • Сегодня существует несколько способов прослушивания музыки с памяти смартфона через автомагнитолу или других устройствах воспроизведения. • При этом акустическая система и сама магнитола играет роль простого усилителя. Достаточно подключить к ней свой смартфон, в памяти которого уже записаны ваши треки. • В зависимости от конструкции и модификации магнитолы вам подойдет один из способов подключения к ней смартфона или планшета. • Через AUX • Подключение телефона через AUX разъемы не потребует дополнительных настройок автомагнитолы или других устройствах воспроизведения. • Достаточно соединить оба устройства при помощи AUX кабеля – аудиокабеля. Телефон при этом подключаем через разъем для наушников, а магнитолу через AUX вход, который располагается обычно на фронтальной панели ресивера. • Через USB Аналогичным способом подключаем телефон к магнитоле и посредством USB кабеля. Единственное отличие в разъемах – в этом случае подключение осуществляется через USB входы. Но имейте в виду, что не каждая магнитола с USB входом поддерживает такое соединение. • Через Bluetooth Подключение смартфона к автомагнитоле через Bluetooth является более сложным, нежели проводное соединение. Для того, чтобы приступить к настройке беспроводной сети, включите Bluetooth на обоих устройствах, а затем выполните поиск сети на мобильном телефоне. • После появления вашей модели магнитола в списке обнаруженного оборудования, выполните подключение. Каким бы опытным пользователем вы не были, желательно все же найти инструкцию от вашей магнитолы. Она поможет в настройке более сложного Bluetooth подключения, в том случае, если ваша магнитола поддерживает данную функцию. Видеоролики о том, как загрузить и прослушать музыку на Android или iOS устройствах, смартфонах или планшетах уже есть на нашем канале. Ссылки будут в описании. На этом все. Если видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.